С жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина связано представление об истинной ценности литературы. Солнце русской поэзии истинным светом высвечивает разные стороны нашей жизни. Наши детские годы проходят под знаком познания его сказок. В период возникновения чувств любители поэзии обращаются к любовной лирике поэта. Но приходит пора взросления, и в диалоге с творчеством любимого автора раскрываются важнейшие вопросы. О смысле жизни, о природе, о поиске своего места в мире, об истории своего рода. Именно Пушкин много лет объединяет ценителей и почитателей таланта, выдающегося русского поэта. На Международном Пушкинском фестивале «Друзья, прекрасен наш союз». Фестиваль в этом году приурочен к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Ему исполняется 225 лет, но он по-прежнему молод и по-прежнему в тренде. Потому что мы видим, что с каждым годом количество участников фестиваля только увеличивается, расширяется география. В этом году у нас участвуют не только старшеклассники, студенты, преподаватели, учителя, но и младшие школьники и даже дошкольники из других государств. Поэтому вместе с ними на фестиваль пришли сказки, маленькие рассказы и даже признание в любви. И это тоже, конечно, украшает наш фестиваль. Мы заинтересованы у себя в университете в том, чтобы классика, которая и зарубежная, и русская, и белорусская, которую ничто не способно заменить, она была воспринята современным поколением. И послужила таким фундаментом, основой для воспитания настоящей личности патриота, гражданина. Это существенный, так скажем, инструмент для достижения вот этих целей. Русское слово, творчество и искусство стали центральными темами большого фестиваля «Друзья. Прекрасен наш союз». Именно он собрал в стенах университета неординарных, воодушевленных и творческих людей, которым интересно постоянное развитие в сфере риторики и ораторского искусства. Среди тех, кто живет творчеством, учащийся средняя школа номер 14 имени Фомина Павел Марзан. Учитель предложил поучаствовать в этом конкурсе на тему «Неизвестный, известный Пушкин». Про Александра Сергеевича, конечно, Пушкина много, ну, знаю вполне достаточно и решил написать этот эссе. Основную тему выбрал в плане дуэли его. Ну, пришлось, конечно, искать различную информацию, пользоваться дополнительными источниками. Ну и вот, собственно, это привело меня сюда. Конкретно просто чем привлекает литература? Она просто сама по себе интересная, опознавательная и помогает расширить кругозор, просто лучше мыслить, говорить красивее. Для меня участие в этом конкурсе дает возможность доказать саму себе в первую очередь, как то, что я могу написать эссе, показать свои знания остальным в том числе. Я изображал Пушкина, ну и его там картину получается. Я ожидаю, ну, занять какое-то место. Ну, если я изображу какое-то там третье, второе место, то я буду очень рад. Будем чем похвастаться перед прошлыми одноклассниками, одногруппниками. За долгое существование конкурса он укрепился как самостоятельное творческое состязание. Достичь такого результата удалось при поддержке партнеров в лице представителей Генерального консульства России в Бресте. Я очень рад, что имею возможность присутствовать сегодня на фестивале, посвященном творчеству Александра Сергеевича, здесь, в городе Бресте, в университете, который носит имя великого русского поэта. Совместная деятельность учебных заведений, культурных организаций, всех, кто любит творчество великого поэта, заслуживает всяческой поддержки. И я думаю, что благодаря энтузиазму всех, кто любит русский язык, русскую литературу, кому не безразличен русский мир, мы сможем сделать так, чтобы любовь и интерес к российской культуре продолжал увеличиваться. Открытые конкурсы чтецов, эссе, конкурс плакатов, испытания театрально-сценического плана. Всем этим запомнился 14-й Пушкинский фестиваль его участникам, которые на закрытии творческого мероприятия получили заслуженные грамоты и благодарности.